Друзья, очень рада вас приветствовать и также рада вам представить наш новый продукт. Итог нашей большой работы – это арт-сет. Эксклюзивная творческая коллекция для роскошной обработки фотоизображений. Вам может показаться излишне высокопарным данное представление, данное название, но отнюдь, друзья, и я далеко не беру на себя слишком много. Далее в уроке, когда я буду представлять вам все возможности данного набора, вы не раз в этом убедитесь, что это действительно эксклюзивная коллекция для сказочной волшебной художественной обработки. И что же ждет, друзья, вас в этой коллекции? Конечно же, арт-панель, небольшое описание, которое вы видите на экране, а также в этот набор, входит материал, описание и представление которого вы видите в данный момент на экране. Используя данный материал из коллекции, вы с легкостью добавите сказочности и художественности вашим фотографиям. Подробное описание коллекции вы можете прочитать на странице продажи на нашем сайте, а мы давайте начнем урок и увидим наглядно, как работает данная коллекция, как работает панель. И вот такую, думаю, со мной многие согласятся, действительно роскошную арт-обработку мы будем делать с вами в этом видеоуроке. И давайте для начала посмотрим изображение до и после обработки. Автор данной фотоработы, исключительно прекрасный свадебный фотограф Денис Акимов. И моя большая ему благодарность за представленное фотоизображение. Друзья, перед началом урока на минуточку попрошу вашего внимания. В связи с тем, что функционал панели довольно широк, в ходе работы назначение набора было пересмотрено и из ВЭД свадебной переименована в арт-панель. Панель для художественной обработки фото. И понятно, что запись уроков проводилась еще на непереименованном материале. Заранее прошу у вас прощения за сумбур и путаницу. И хочу обратить ваше внимание, что приставка в пресетах была переименована, соответственно, на арт. При том, что действия пресетов остались такими же. Надеюсь, друзья, объяснение мое не было путаным. Давайте приступать к уроку. Как вы можете наблюдать, на палитре слоев к данному изображению на первоначальной подготовке в камере RAV я применила аж три пресета. Название пресетов написано в названиях слоев. Чтобы я могла применить разные пресеты и чтобы разные настройки пресетов сохранялись на разных слоях, из камеры RAV изображение открываем как смарт-объект. И делаем копию слоя только таким образом. Нажав на слой правой кнопкой мыши, в появившейся панели выбираем создать смарт-объект путем копирования. И затем, нажав на значок смарт-объекта на эти квадратики, заходим в камеру RAV и применяем следующий пресет. И так столько раз, сколько нам нужно, мы можем применять разные пресеты. И эти разные изменения у нас сохранятся на разных слоях. Почему я применила сразу же несколько пресетов, а не обошлась одним? А потому что мне от каждого пресета нужны разные эффекты на разных участках на моей обрабатываемой фотографии. И вот вы видите, как я включаю маски на эти слои с примененными пресетами. И работая по этой самой маске черной кисточкой, какие-то участки я скрываю, вытираю черной кистью, а какие-то оставляю нетронутыми после примененного пресета. А самый верхний слой, на который я применила пресет под номером 50, я положила в режим наложения, цветность. И изображение, посмотрите, стало намного мягче и цвета более натуральными. И также здесь работаю по маске, скрываю низ изображения. Также, надеюсь, вы обращаете внимание, что я редко, когда работаю кистью на 100% непрозрачности, процент непрозрачности кисти я постоянно регулирую. На очереди у нас удаление лишних деталей с фото, да, так называемая техническая ретушь. Тут, друзья, невооруженным взглядом видно, да, какая деталь лишняя. И выбрав удобный инструмент, в данном случае я работаю точечной восстанавливающей кистью, удаляем фигуру человека с левого края изображения. Удаляю я не полностью, так как все равно далее у нас на очереди кадрирование и выравнивание горизонта. Кадрированием остатки фигуры до человека обрежутся. И выбрав рамку кадрирования, нам нужно не только кадрировать изображение, но и выровнять горизонт. Выбираем соответствующий инструмент «Выпрямить», вот эту линеечку, и проводим вдоль линии горизонта. Изображение выравнивается, а далее кадрируем. Для удобной работы, да, для комфортной и для быстроты нашей работы, нам нужно вырезать пару, так как мы будем добавлять разные световые, воздушные эффекты на фон. Как вырезать это быстро, я рассказала в одном из предыдущих уроков подробно, да, друзья. И с помощью новых функций, да, в новых версиях Photoshop есть замечательная возможность производить вырезы довольно быстро и довольно качественно. Посмотрим на наш вырез, да, насколько аккуратно программа тут сработала. Приближаем изображение, видим, да, не очень точно. И чем хорошо выводить вырез с маской, можно взять белую кисточку, восстановить какие-то, да, не вошедшие вырез детали, а можно наоборот удалить остатки фона. Чем еще нам будет полезен готовый вырез, да? Вот, например, я хочу удалить коррекцию с пары со всех низ лежащих слоев. Я стою на маске с вырезом, зажимаю Ctrl, пара выделяется, захожу в функцию инверсии, на нижний слой перехожу, включаю маску и автоматически на маске пара становится залита черным цветом. Также перехожу на следующий нижний слой, встаю на маску, при активном выделении выбираю инструмент заливка цвет переднего плана черный, кликаю по изображению, также на паре вся коррекция становится неактивна, пара получается по маске залита черным цветом. Также и на те же действия произвожу на маске следующего нижнего слоя. И далее дорабатываю некоторые элементы, в частности, возвращаю белый цвет некоторым элементам в одежде моделей. Уберем с камней некрасивый синий лиловый оттенок. Для этого обратимся к действиям из панели. В данном случае используем экшен «Обесцветить». Он находится в разделе «Коррекция». Вот такое обесцвеченное у нас получилось изображение. Поставим черную маску на эту группу и данный эффект проявим, рисуя белой кисточкой по маске, только по низу изображения на камнях. Теперь поработаем над моделями. Небольшая совсем у нас доработка в фильтре пластика. И здесь, работая основным инструментом, инструментом деформации, лишь слегка подправим прическу модели. Несмотря на то, что небо на изображении и так красиво, мы его еще больше украсим, добавив текстуру неба. С помощью экшена, находящейся в группе операции, которая называется «Открыть, добавить текстуру», из пайпки с материалами добавляем красивое небо, которое, уже имеющееся небо, разнообразит текстурой и красками. К слою с небом применяем режим наложения перекрытия и, включив функцию трансформации и деформации, размещаем текстуру с небом, так как лучше бы смотрелось на нашем изображении. Например, я бы хотела, чтобы текстура слегка заходила и на берег, так как на размещаемой текстуре очень красивые желтые и синие оттенки, которые дадут на камни яркий солнечный свет и также море разнообразят красивыми оттенками. И, перейдя на маску этой текстуры, взяв кисточку черного цвета, рисуем, дорабатываем данную текстуру. Регулируем степень интенсивности оттенков на разных участках изображения. И на море немного лишнего мне показалось в правой части желтого цвета, включив пустой слой в режиме наложения перекрытия, взяв мягкую круглую кисточку, непрозрачность очень маленькая, зажав Alt пипеткой, взяла образец цвета рядышком с моря, закрашиваю этот участок. Вновь обратимся к панели и уберем пересвеченные участки на изображение с помощью экшена, который называется «Коррекция экспозиции тень». И, как обычно, рисуем по черной маске, которая появилась в результате работы экшена, белой кисточкой. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание на степень непрозрачности кисти. Нижняя часть изображения, камни, да, слишком темная. Сейчас мы высветлим эту часть изображения и проявим детали. Сделаем композитный слой и дубликат этого композитного слоя. Видимость верхнего слоя отключим и, стоя на нижнем слое, заходим в меню «Изображение», «Коррекция», «Света и тени». В папке с материалами лежат преднастройки для данного слоя. Загрузите, пожалуйста, подходящий. Для данного изображения я использовала преднастройку под номером 1. Включаем верхний слой, а вот здесь коррекцию мы проведем в фильтре камеры RAW. Заходим в данный фильтр и посмотрите, пожалуйста, на настройки, которые были сделаны именно для этой фотографии, чтобы проявить и высветлить детали на нижней части изображения. И далее, конечно, мы будем проводить более тонкую коррекцию, работая по маскам. Включаем черные маски, закрываем обе проведенные нами коррекции. Работаем сначала с тем слоем, к которому применили функцию «Света и тени». Также работаем мягкой, круглой, стандартной кисточкой. Степень непрозрачности кисти очень маленькая, в районе 10%. И кто рисует, друзья, не на планшете, да, пером, а мышкой, значение непрозрачности ставите еще меньше. Переходим на верхний слой, который у нас, да, из камеры RAW. И также проявляем там объем, то есть прорисовываем светлые участки. Темных участков нам на этих камнях прорисовывать не надо. Здесь их достаточно, поэтому проявляем только светлые участки. Тем самым, проявляя камни, добавляем объем. И еще осветлим, да, с помощью корректирующего слоя кривая нижнюю часть изображения, работаем в яркостной кривой, поднимаем точку черного в тенях и в средних также слегка приподнимаем кривую. Маску корректирующего слоя кривые инвертируем. И берем белую кисточку, опять мягкую, непрозрачность также небольшая. Продолжаем осветлять детали на данном участке. Слои с прорисовкой нижней части изображения я соберу в группу. И давайте посмотрим на итог. На мой взгляд, друзья, данная прорисовка разнообразила деталями нашу картину. Далее, друзья, разнообразим наше изображение деталями. На данном этапе добавим брызги от волн. Используем материал, который прилагается к данному курсу. И пользуемся операцией из панели «Открыть эффект текстуру». У меня в программе Photoshop настройки проставлены так, что все добавляемые подобным образом элементы добавляются как смарт-объекты. Это значит, что я могу их уменьшать, увеличивать, трансформировать, деформировать, и в качестве они не потеряют. Что это такое смарт-объекты и как и где они включаются в программе, вы можете узнать из моего бесплатного урока на нашем сайте. А тем временем я, используя функции «Трансформация и деформация», разместила кусочек брызг на изображение и корректирующим слоем цветовой тонна насыщенность провожу коррекцию по цвету, тону и оттенку. Вписываю данный кусочек брызг в наше изображение. Точно таким же образом, снова используя операцию «Открыть эффект текстуру», добавляю следующий элемент, файл под названием «Вода1», и также, пользуясь функцией «Фотошоп», «Трансформация и деформация», размещаю в нижней части изображения. И вновь, используя корректирующий слой «Цветовой тонна насыщенность», вписываю по тоновой и цветовой составляющей данный элемент в наше изображение. Левый кусочек волн я дублирую и перемещаю их в правую часть фотографии. Друзья, чтобы к смарт-объекту применялась функция деформации, его нужно растрировать. Стоя на слое правой кнопкой мыши, вызываем меню и там выбираем «Растрировать объект». Вот итог всех моих манипуляций с этими элементами, с волнами. На самих слоях с брызгами я незначительно снижала непрозрачность, чтобы сделать монтаж не таким явным. Ну и также просмотрим итог нашей работы на данном этапе. Продолжаем добавлять элементы в наше изображение. Также используем операцию для быстроты данного действия. Добавляем птиц. Одну чайку добавили в изображение. Следом опять запускаем экшен и добавляем вторую птицу. И, конечно же, используем функцию трансформации для уменьшения и расположения птиц в нужное нам место в нужном ракурсе. Вот такое расположение птиц у меня в итоге. И также, как и в случаях с брызгами, я использую для тоновой и цветовой коррекции вспомогательный корректирующий слой «Цветовой тон насыщенность», который у нас автоматически появляется в ходе работы экшена «Открыть эффект текстуру». Корректирующие слои кривые, которые также появляются у нас в ходе работы экшена, здесь оказываются лишними, я их удаляю. Данным сочетанием клавиш я объединяю корректирующий слой со слоем с птицей. И далее мы с вами эти слои продублируем и сделаем эффект движения «Эффект летящих птиц». Выстраиваем слои так, чтобы слои с одной и той же птицей находились друг под другом. Слои с нижними птицами преобразуем в смарт-объекты, чтобы у нас была возможность дополнительно корректировать эффект от применяемых фильтров. Данное меню мы вызываем также нажатием правой кнопки мыши, стоя на слое. И к слоям, преобразованным в смарт-объекты, применяем фильтр «Размытие в движении». Точных значений для окошек угол и смещения нет. Друзья, ориентируемся на свое изображение, на свои объекты, которые мы вмонтировали. И в связи с этим определяем угол и силу размытия. Тот же самый фильтр «Размытие в движении» применяем ко второму дублю птицы. И посмотрите, друзья, как еще удобно использовать смарт-объекты. Мы можем дополнительно открыть фильтр и откорректировать угол и степень размытия. А также, стоя на маске смарт-фильтра, так же, как и на маске слоя, откорректировать примененный нами эффект. И чтобы эффект не выглядел грязным и размазанным, часть его я черной кистью вытираю. Ну и часть, конечно, оставляю, чтобы все-таки эффект движения был заметен. И на этом, друзья, первую часть мы с вами завершаем. Урок я не стала показывать вам с перерывами. Вторая часть у нас идет сразу же. Внимание! Переходим ко второй части урока. Слои с птицами, предварительно отрегулировав на них непрозрачность, я собрала в группу. Добавим изображению и еще больше детальности и четкости этим деталям. Здесь мы обратимся к инструменту Photoshop тонирование HDR, а применять будем готовые настройки из арт-набора. Чтобы применить эффект тонирования HDR, нам нужно сделать дубликат изображения. Для быстроты воспользуемся аналогичным экшеном. Заходим в меню, коррекция, тонирование HDR выбираем. И, как я уже говорила, к данному изображению я применю готовую настройку. В материалах к набору нам нужна вот эта папочка фотокоррекция, а здесь HDR тонировки. И к этому фото я применяю преднастройку HDR под номером 7. Обработанное фото нам надо скопировать в наш рабочий документ. Вновь использую для скорости экшен под названием «Переместить копию». И, конечно, на данный слой я включаю черную маску и работаю белой кисточкой, рисуя по маске, регулируя ее непрозрачность. Выборочно проявляю детали на изображении. На очереди коррекция тонна кожи моделей. Опять обратимся к операциям из панели. Заходим в раздел «Ретушь», применяем операцию «Тон кожи светлой». Вновь выбираем кисточку инструмент, белую, цвет переднего плана белый, проходимся белой кистью по коже моделей. Непрозрачность кисти на разных участках регулируйте. И вы видели, да, я пыталась итог данной операции проявить на ногах модели, мне итог не понравился. Здесь придется дорабатывать, друзья, вручную. Делаем пустой слой, режим наложения «Мягкий свет». Инструмент «Кисть» вновь у нас выбран. Непрозрачность совсем маленькая. Заживаем клавишу «Альт», берем образец цвета с кожи лица модели. Если нужно, открываем палитру, подбираем более подходящий оттенок, закрашиваем выбранный участок. Далее я хочу произвести основной ретушь и немного заретушировать складочки на коже модели. Опять воспользуемся панелью, да, экшеном из панели под названием «Ретушь быстро ультра». Друзья, на момент записи данного урока панель еще не совсем доработана, а в готовой версии панели имеются комментарии, в которых подробнейшим образом вам говорится, что по завершению работы экшена вам следует делать. Еще работаю над деталями изображения, в частности над ногами модели, исправляю оттенок с помощью корректирующего слоя цветовой тон насыщенность и, предварительно создав пустой слой в режиме наложения «Мягкий свет», кисточкой с небольшой непрозрачностью, подбирая светлые телесные оттенки, редактирую тон кожи на ногах модели. Возвращаюсь к корректирующему слою цветовой тон насыщенность, дорабатываю оттенок, маску, слою закрываю черным цветом и настроенную коррекцию проявляю только на участке, над которым в данный момент работаю. Еще один пустой слой делаю и также мягкой кисточкой с очень маленьким процентом непрозрачности, светлым оттенком прорисовываю световые участки на ногах девушки. Вновь работаем над тоном кожи модели, опять помогает нам панель, раздел «Ретушь», экшен под названием «Скинтон номер 3». А теперь снимем с кожи моделей насыщенность. Сделаем опять это с помощью операции из панели и экшен под названием «Скинтон насыщенный». И да, друзья, несмотря на свое название, данный экшен также может обесцвечивать перенасыщенные оттенки на коже наших моделей. Если нам недостаточно тех настроек, которые заложены в этом экшене, мы всегда можем открыть корректирующий слой и доработать так, как нам нужно. Провожу последние доработки слоев по коррекции тона кожи и собираю их все в группу. Теперь, друзья, я хочу вам продемонстрировать, как работает экшен под названием «Воздушное тонирование». Он, как вы, наверное, поняли из названия, добавляет нам воздушную перспективу, добавляет некую дымку на дальний план, чтобы отделить дальний план от моделей или, наоборот, моделей от дальнего плана. Но, внимание, друзья, это настолько интересный и обширный по своему действию экшен, который не просто добавит в нашу картинку некую белесую или серенькую дымку. Здесь мы можем, рисуя белой кистью, на масках слоев проявить подходящий к нашему фото цвет на определенных участках фона. Сможем регулировать непрозрачность этих корректирующих слоев и производить эксперименты с режимами наложения. Посмотрите, пожалуйста, как я работаю с данными корректирующими слоями применимо к обрабатываемому фото. Данный воздушный эффект с парой я хочу убрать. На группу воздушное тонирование я включаю маску, возвращаюсь на слой с вырезом пары, выделяю их тем же самым способом, как с вами делали в первой части, и, стоя на маске группы со слоями, заливаю вырез черным цветом и продолжаю, просто рисуя по маске черной кисточкой, дорабатывать воздушный эффект. Давайте посмотрим на итог, как выглядит у нас изображение после добавления воздушных эффектов. Невеста на изображении легкая, воздушная, можно сказать, даже летящая. За счет эффекта летящей фаты я хочу ее выделить. Выделю светом, покажу вам простой прием. Пустой слой создаем в режиме наложения экран, подбираем какой-либо нежный оттенок, выбираем инструмент кисть, непрозрачность совсем маленькая, и этот цвет мелкими штрихами рисуем прям по объекту. Снижаем непрозрачность этого эффекта. И посмотрите, пожалуйста, друзья, данный прием довольно выгодно выделил девушку. Следующим действием я поработаю с фоном, притемню некоторые участки фона. Этим действием мы сделаем фон более объемным и добавим плановость. Сделаю это с помощью корректирующего слоя. Градиентная заливка в режиме наложения умножения. И нет, этот эффект я не закрываю черной маской, я просто снижаю непрозрачность этого корректирующего слоя и, взяв черную кисточку, рисуя по маске, эффект затемнения на тех элементах, где он мне не нужен, вытираю. И вновь обратимся к арт-панели, сделаем красивую тонировку. Зайдем в раздел эффекты, к данному фото применим экшн под названием эффекты тонировка под номером 3. И обращаю ваше внимание, друзья, как всего лишь по нажатию одной кнопочки преобразилась удивительным образом картинка. Давайте поэкспериментируем, проверим еще одну тонировочку, применимую к данному фото. И, пожалуй, именно эту тонировку я в своей обработке и оставлю. И процент непрозрачности группы с этой тонировочкой я также понижаю и рисуя по маске черной кисточкой, эту тонировку с некоторых элементов удаляю, либо ослабеваю, рисуя кистью с разной непрозрачностью. Добавлю теплых оттенков на участке изображения, создам пустой слой, режим наложения, перекрытие ему включу, выбираю инструмент кисть, круглая, стандартная, мягкая, и подбираю теплый оранжевый оттенок. В последнее время в финале мне понравилось использовать данный фильтр. Делаем композитный слой и заходим в указанный фильтр. Его применение, друзья, вовсе не обязательно. Все эти же настройки можно произвести средствами Photoshop. Просто все, что хотела бы я добавить в финале к изображению, есть в этом фильтре. Ползунок структуры я двигаю в плюс, то есть еще больше повышаю детализацию изображения, незначительно повышаю насыщенность карточки, также контраст и поднимаю яркость. Посмотрим наглядный эффект от плагина. Я закрою данный эффект черной маской, проявлю коррекцию выборочно, в основном только на наших главных персонажах и на среднем плане. И для финальной резкости опять обращусь к нашей панели. Использую операцию под названием объем контуры. И вновь, используя белую кисточку, рисуя по маске, проявляю детализацию локально. В основном это на композиционном центре на паре, также на деталях среднего плана. Исправляю мелкие недочеты, возвращаюсь к коррекции тона кожи моделей. Использую корректирующий слой выборочная коррекция цвета, работаю в красных, слегка снимаю насыщенность красного и немного приглушаю цвета. Ну и финальный прием, корректирующий слой кривые, поканальная коррекция цветового контраста. Данный прием, друзья, для вас не нов. Эту коррекцию я выполняю практически в финале каждой своей обработки. И также в нескольких уроках был объяснен принцип данной коррекции. И еще раз повторяться, друзья, я думаю, не стоит. Ну а на этом наш большой урок закончен, друзья. Как всегда, конечно, мне хочется надеяться, что данный урок вам был интересен. И приемы, которые я демонстрировала, даже не затрагивая работу с набором, будут вам полезны. И еще, конечно, надеюсь, что смогла вас заинтересовать нашим новым продуктом арт-коллекции. И вы смогли убедиться в действительно ее полезности. А со своей стороны могу вам твердо и конкретно пообещать, что это не последний урок, который будет объяснять, как работать, как использовать по максимуму данную коллекцию. Уроки будут выходить с постоянной периодичностью. Уроки интересные. На экране вы можете наблюдать фотообработки, уроки по которым будут в скором времени поочередно выпущены. А пока в связи с началом старт-продаж нового продукта у нас на сайте проходит акция. И данный набор вы можете купить по достаточно приемлемой цене. Милости прошу вас на наш сайт. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Всего доброго вам, друзья. И до самых скорых встреч.